Всем привет, ребят! Вы на канале Marie Sweet Home. Мне очень радостно и приятно, что вы на мой канал заглянули. Это значит, что вам не безразлично здоровье ваше, то, что вы едите, то, что вы мажете, то, что вы принимаете внутрь. Потому что здесь я разбираю составы всего того, что я покупаю и приобретаю, особенно на сайте iHerb. На iHerb я стала заказывать не так давно, наверное, примерно с осени. И пока все эти заказы, которые я получила, были более-менее удачны. С сайта iHerb всегда все приходит очень быстро. Я заказываю через сервис BoxBerry, то есть мне присылают в пункт выдачи BoxBerry, который находится недалеко от моего дома. Заказ приходит примерно за 7-10 дней. Всегда все в целости и сохран. Ни одна стеклянная бутылка не разбилась, ни одно печенье, которое я заказывала, не пришло помятым. Конечно же, у меня есть свои фавориты на iHerb. Есть небольшие разочарования. Я вам сейчас приведу только пример. Масло от No Solutions фирма. Оно хорошее, оно классное, все отлично, но его просто неудобно чисто с бытовой точки зрения им пользоваться. И я вам его рекомендовала к покупкам, но выглядит оно вот так. Это такая твердая масса, которую очень сложно выковыривать. Я здесь просто выковыривала ножницы на масло какао. Если вы хотите просто на основе него что-то, какой-то крем сделать, или, например, очень классно делать состав из нескольких масел, тогда это масло просто растапливаете, и оно отлично подходит. Но если вы хотите масло использовать в режиме онлайн, то здесь и сейчас, например, когда быстро вам нужно собраться, выйти на улицу, то я бы вам советовала заказать вот такой карандаш с 100% маслом какао. Я ему губы обрабатываю. Наверное, очень классным детишкам подойдет тоже. Оно имеет запах шоколадки. И вообще рекомендую к заказу именно вот такое масло в карандаше, потому что просто им удобнее пользоваться. Это не значит, что оно лучше по своему составу, чем вот это, или это хуже. Видео я решила разделить на две части. Сразу вас предупреждаю, что первая часть будет посвящена, безусловно, продуктам, которым я заказала, а вторая часть будет больше посвящена косметике. Почему я заказываю сайт iHerb? Потому что качеству iHerb я доверяю. Многие продукты, которые оттуда приходят, они органические. Это значит, выращены без использования пестицидов или каких-то химических ингредиентов. И очень часто эти продукты бывают отмечены особым знаком. И то, с чего бы я хотела начать, это фирма Ennis. И по совету Оси, блогера из Польши, я также стала приобретать соусы от Ennis. И они очень классные. Они не тривиальные по своему вкусу, по своему составу. Это не то, что вы здесь найдете в обычных магазинах продуктовых. А если найдете, то будет стоить все раза в 2-3 дороже, это точно. И соусы, которые я уже заказала, давайте так, это три соуса. Первый соус это соус барбекю. Мы только его начали кушать. Но сразу скажу, это не тот соус барбекю, который Heinz. Настоящий натуральный соус барбекю. И основу его составляет томатная паста, яблочный уксус, горчица, сельдерей, а также различные натуральные добавки. Здесь нет ни одного химического вещества в составе этого продукта. Поэтому я его рекомендую. И не смотрите на то, что стоит эта баночка в районе 300 рублей. Она у вас будет очень долго расходоваться, потому что соус очень густой. Он очень имеет характерный вкус, и много вы его не съедите. Значит, следующий соус, который я заказала от марки Ennis, это горчица дижонская. И опять же, она органическая. Сразу обращаю внимание на то, что все продукты Ennis, они помечены вот здесь, вот таким вот значком USDA Organic. Это означает, что Министерство или Департамент сельского хозяйства Америки одобрил это. И он подтверждает, что эти продукты действительно выращены без химических, без использования химических веществ. На всей продукции Ennis, безусловно, стоит этот значок. Еще так же, что он проверен и не содержит ГМО. Дижонская горчица. Что ее отличает от обычной горчицы? Тем, что она готовится на основе либо винного уксуса, либо вина именно. Это именно на основе винного уксуса. И первым он идет в составе. Она сладкая, приятная и, опять же, экономично расходуется. Но по вкусу, в принципе, неплохая. То есть я советую вам ее тоже к мясу, к чему-то такому. Третий соус, который я заказала от Ennis, это острышевский соус. Кто смотрит мои футбуки, я уже сняла несколько рецептов, где я мариновала мясо, добавляла в различные салаты. Вообще, этот соус, на самом деле, он очень классно идет к соусу салата Цезарь. То есть берете просто сметану, добавляете острышевский соус, можно оливковое масло, несколько капель лимона. И это очень классная заправка к салату. То есть так можно разнообразить очень сильно свой стол обычный какой-то. И поверьте мне, мужчины очень часто не любят овощные салаты, а дети уж тем более. Но вот использование вот таких вот соусов позволяет, в общем, как-то разнообразить действительно детское меню. И второй продукт, который я бы вам советовала прикупить, если вы очень любите салаты и всевозможные соусы, это продукт, который называется поджаренное кунжутное масло от фирмы Spectrum. Очень густое, вот если вы видите темное поджаренное кунжутное масло. Сразу скажу о нем следующие вещи. И учтите, здесь 470 миллилитров, это достаточно большой объем. Кунжутного масла хватает для приготовления каких-то блюд, буквально чайной ложки, иногда нескольких капель, потому что имеет очень характерный запах и вкус кунжута, именно поджаренных семян. Его, вот эту бутылочку, нужно использовать, это как рекомендация здесь написана, если вы уже открыли ее за 10-12 недель, потому что масло это может испортиться. Хранить нужно в темном месте, в холодном месте и не нагревать выше 170 градусов. То есть, если вы что-то запекаете выше 170, не используйте это масло. В основном это масло идет в качестве заправок с салатом, заправок к макаронам, к лапше, к рису очень классно подходит. Кроме того, это очень классный продукт, который обогащен омега-3 жирными кислотами, железным, цинком и различными микроэлементами. То есть, его реально можно применять натощак по пол чайной или чайной ложки. Кунжутное масло пока использовала в заправках, то есть, просто смешивала его с оливковым. Мне очень нравится, как вкус овощного салата преображается вообще просто вот обычный салат. Помидоры, огурцы, перец, если вы добавляете такой, он действительно имеет какую-то необычную такую вот окраску. А если вы добавите к рису, либо лапше-вок, лапше вообще очень классный продукт. И опять же, здесь помечено, что не содержит ГМО. Ну что, поехали дальше. И у меня это, следующее, это приправа от фирмы Simple Organic. Кто смотрит мои футбуки, уже, наверное, знает, это мои фавориты. Универсальная приправа, которая содержит органический лук, черный перец, чеснок, кориандр. В общем, очень много здесь всего в составе. Очень классная приправа. Я купила ее, когда были скидки, просто с руками и с ногами отрывала. И вторая, это приправа для мяса, для гриля. Она немножко меньше по объему. Но я уже решила, что я буду докупать каждый раз к заказу, добавлять хотя бы по одной приправе Simple Organic, чтобы это очень красиво стояло на моей полке, которую мы планируем сделать на кухне. И я вам напоминаю, что очень здорово подойдут эти приправы на подарок. Если вы не знаете, что подарить, мы с девочкой, коллеге по работе подарили такой набор из шести вот таких больших приправ. Она была очень рада, потому что я знаю, что такие приправы стоят в районе 650 рублей здесь в Москве. Это стеклянные бутылки. Очень здоровское оформление. В общем, тоже советую. И по вкусу они действительно классные и помечены, естественно, значком USD Organic тоже. Это будет такое чаепитие, сладкое, сладкие заказы. Я часто заказываю с Айхёрва чаи, и пока меня ни один из заказанных чаев не расстроил. И даже знаменитый чай Даржлинг, мне муж сестры привез его с Катманду, и он действительно такой, как на Айхёрп. И с Айхёрп такой, как оттуда. То есть он ничем не отличается, очень классный чай. Я всем советую заказу, посмотрите мои видео. В этот раз я заказала чай Ройбаш с ванилью, цитрусом. Это такой чай, красно-коричневый, немножечко в своём вкусе имеет древесные нотки. Но вот если вы чего-то такого хотите, натурального, древесного, мне напоминает вообще вкус чаги. Кто знает, чага это такой гриб, и раньше наши бабушки во времена далёкие просто чая не было, и вместо чая пили чагу. А чага, как известно, это вообще такой натуральный антиоксидант является. Вот мне Ройбаш чем-то напоминает чагу по вкусу. Это просто вот такие вот пакетики чая, и на самом деле его хватает на две большие кружки. Он очень такой ароматный, и он был по скидке, то есть на него была 50% скидка, поэтому я всем советую заказать вот этот чай. На него скидка до сих пор есть. Были заказаны две шоколадки, одна как пробные продукты. Кстати, вам советую заказывать пробные продукты с iHerb. Они бывают очень классного качества. Я так заказывала и капсулы с лактобактериями тоже со скидкой 80%. И вот шоколадку заказала, она чем-то напоминает сникерс, я здесь оставлю ссылку. Естественно, мы ее уже просто скушали. И вот вторая шоколадка, которую рекомендовали, это бельгийский шоколад с миндалем и солью. Очень классный шоколад, правда стоит 150 рублей. На iHerb классический я уже заказываю печенье. Я не покупаю печенье, вернее, я покупаю печенье, которое здесь продается. Но их в основном Леша ест, а я стараюсь печенье не кушать. Мне очень нравятся вот такие вот печенья, которые содержат в себе шоколадную крошку. То есть, чтобы шоколадной крошке было прям много куски шоколада. Мне очень понравились такие печенья, когда мы были в Греции в этом году на острове Родос. Мы оттуда прям несколько упаковок привезли. Ну, они стоили в районе 200 рублей на наши деньги. И это также Back to Nature фирма, очень вот похожа на те греческие печенья. Давайте я покажу, как они очень много. Здесь 260 грамм. Вот так вот они выглядят. То есть, здесь уже, видите, мы покушали. Это такая печенье. Она не сразу, предупреждая, не мягкая, потому что на iHerb есть и мягкие печенья. Это вот такая вот печенька, которая содержит в себе очень крупные дольки шоколада. По поводу состава. Состав здесь очень минимальный. Здесь нет ни одного химического в составе вещества, кроме соды. А все остальное это мука, кстати, не отбеленная мука. Вы знаете, что муку пшеничную очень часто отбеливают или как-то специально обрабатывают. Здесь она не обработанная. Пшеничная мука, шоколадная крошка, тростниковый сахар, сода и соль. Да, кстати, они немножечко соленые, поэтому это придает какой-то особый вкус. А если вы хотите посмотреть другие печенья, которые я заказывала с iHerb, то либо проходите по ссылочке внизу, либо смотрите, где-то здесь будут комментарии. Так, следующая часть видео будет посвящена в основном покупкам на iHerb косметике, детской косметике. Поэтому переходите также по ссылке, которая будет здесь под видео.